В далёком-далёком 2014-м, когда динозавры запускали чёрно-белый телефон с пульта, компания Машина Игра выпускает новёхонький вкусный волчий камень Новый Порядок. Ваш любимый Ютудсберг, в силу своих дедовских капризов, запустил её только аж спустя 9 лет, пару недель назад. И сегодня не будет очевидных фактов, мол, игра взяла всё лучшее там от шутеров, разные интересные стволы. Не, мы пойдём глубже. Я расскажу, каким образом эта игра смогла удержать баланс между мясной аркадой и мрачным сюжетом. Разберу по нотам саунд дизайн от Мика Гордона. Так как одним лишь писком ему удаётся нагнать лютого саспенса. Расскажу, как панцирхунды держат игрока в страхе всю игру. Мы посмотрим на графический дизайн аж в двух альтернативных будущих. Сначала футуризм 46-го года, потом футуризм 60-го. И естественно, это сложно сделать два варианта будущего. Разные панцирхунды, разное оружие, два разных монитора, две разных личности Блажковича. До и после инвалидности, да, мало кто это знает, но я вам всё покажу. Вообще, у Блажковича наконец-то появился голос и характер, и мы можем переживать за него. И вся эта геймдизайнерская конструкция крепко стоит на красивом сюжете и дополняется абсолютно новыми аркадными элементами, которые дадут корни и в будущий Doom, и даже будут скопированы другими студиями. Начнём по порядку. В июне 2009-го компания Беспёсда Геймстудиос и лично малыш Тодди Говард покупает ID Software и всю её интеллектуальную собственность. Doom, Quake, Вольфенштейн и сам движок ID Tech со всеми потрохами. После того, как смелые ребята из Машин Геймс сказали Тоду Говарду «Мы хотим делать новый Волчий Камень», он зовёт их в офис, где они все вместе за чашечкой водки. Всё обсудили, договорились, наверное, даже до кроссовера со Скоримом дошли, это же Тодди. И в ноябре 2010-го компания Машина Игра запускает молотки, наковальни и начинает строгать новый вкусный Волчий Камень, новый порядок на радость дедам. Начнём с плюсов, а в конце будет огромная часть с минусами и критикой. Итак, самый очевидный плюс – саунд-дизайн от вот этого красавчика. Взять к себе в команду Мика Гордона – это самое гениальное решение на рынке видеоигр, что тогда, что сейчас – просто уважаемый человек. В основе идей Мика Павловича Гордона лежит дисторшн. Не смешите мои подковы, сейчас такого уже не поют. Вот, ловите ритм. И раз, 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 два, три. Что ещё про него сказать? Он максимальный секс вообще. У него хейтеры есть, я не знаю. Его стиль музыки абсолютно уникальный, узнаваемый. Его ни с кем не спутай. Я, когда начал играть, вообще даже не знал, что это Мик Гордон делал звук. Но когда услышал это… Это гитарные запилы на девятой струне с перегрузом, это саспенс, это амплификации всего гитарного и негитарного. Через усилки всякие, там, кабинеты, педали и ещё куча умных слов. Короче, уважаемый стиль. А вот после этого момента мне пришлось менять штаны. Благодаря блестящей работе над саунд-дизайном Тодд и его брат Говард будут приглашать Мика потом во все будущие проекты. Такие как Doom, Prey и последующие сиквелы «Волчьего камня». События сюжета начинаются в 946-м, когда Блажкович со своими корешами решают разнести загородный особняк постаревшего Нагиева. Но сначала у Биджея подгорает кукурузник, и из-за этого объявляют эвакуацию. А пилот даёт по съёбам самый первый. Потом высадка в Нормандии, и здесь мы уже можем лицезреть штрихи футуризма, ранний образец монитора и уникальный взгляд дизайнера на материалы. Только металл и бетон. Нет никакого стекла или дерева. Немцы не признают лёгкость. Только жестянки, только холод. В убежище сопротивления же мы видим то самое дерево и яркие краски, но об этом чуть позже. Вернёмся на побережье, и я заметил очень странную деталь. Громоздкие ранцы с синим свечением у этих ребят. Вроде бы просто часть какого-то футуристичного электропанк-дизайна, но далее в игре встречается плакат, который объясняет, зачем эти штуки, и почему они светились только у тех немцев, что бегали на открытой местности. Эти ранцы защищают носителя от удара током. А учитывая, что повсюду стоят высоковольтные столбы, по которым аж дуги проскакивали, шарахнуть может нормально. Воздух-то вблизи моря явно влажноват. Ну и естественно, они смогли свести к нулю огонь по своим от прототипа монитора. Он вооружён только электропушкой. Более того, возможно эта дурында была бесполезна за пределами пляжа, а молниями она стреляла только благодаря этим приблудам. И это только начало. Нам показали зачатки будущего, и это отличный сюжетный ход, потому что дальше мы уже увидим новый мир. Но я не могу упустить один очень важный момент. Выбор между Уайтом и Фергюсом навсегда оставит след на психике Биджея. Раньше он даже внимания не обращал на убитых товарищей, не проявлял сочувствия, не любил. Но сейчас всё изменилось. Теперь он будет помнить все смерти. Но почему именно этот момент? Он ведь многое повидал. А всё потому, что его заставили сделать выбор. И вину за их смерть он взял на себя. Причём оба, и Уайт, и Фергюс спасли Бласковичу жизнь. Уайт от Панцерхунда, а Фергюс привёл в сознание в начале. Далее инвалидизация и последующие 14 лет Бласкович гоняет у себя в голове это событие, прокручивает варианты, занимается самобичеванием просто. Но момент давно упущен, а мы наконец-то попадаем в альтернативную реальность, которая, я думаю, запомнилась каждому. Дизайнеры создали полностью уникальную модель футуризма, в которой продумали множество мелочей. Начиная от пропаганды в местных газетах, где гражданам втирают, как всё хорошо, заканчивая полноценным освоением Луны и других планет. Внимание к деталям настолько велико, что когда в тюрьме за нами гонится Панцерхунд, он бросается на трубы, ломает их, и потом, проходя через это место, оба раза можно заметить всё те же сломанные трубы. Но это если вы взламываете замки через замыкание. И на Панцерхунде я бы хотел остановиться поподробнее. И речь не про его дизайн, и так понятно, что он секас, причём в обоих будущих. Речь про его внимание сюжетный потенциал, потому что он играет важнейшую роль в сценарном приёме, который называется «Страх перед сильным противником». Что это за правило такое? Оно часто используется в триллерах. Это некий противник, который нас преследует, который очень сильный и которого нам показали заранее, но мы пока не знаем, как его победить. Остаётся только убегать, и от этого возникает страх неизвестности. Чем больше этих пунктов соблюдено, тем сильнее эффект. Так называемый саспенс. Это тягучий страх перед чем-то мощным, нарастающая тревога. И чем ближе развязка, тем она сильнее. Сценаристы время от времени напоминают, что Панцерхунды есть, и рано или поздно с ними придётся встретиться. Кажется, что ту же роль играют антагонисты Валерия и Нагиев, но показывают их реже, и никаких явных проблем с их убиением нет. Это обычные люди. То есть не соблюдается один из пунктов правила. И это важно понимать, потому что антагонист не равно сильный страшный противник. Чтобы правило соблюдалось, необходимо создать некий непобедимый облик. За примерами далеко ходить не надо. У CD Projekt'ов это соблюдается в каждой игре. В Ведьмаке таких врагов аж пять. Дикая охота, ведьмы кривоуховых топий, Ольград фон Эверик, Гюнтер О' Дим и Детлов. Заметьте, что все пункты правила соблюдаются и в оригинале, и в обоих DLC. В Киберпанке это Адам Смешер, про которого всю игру слагают легенды. Возможно его слили, конечно, однако это не важно. Потому что игрок помнит про него всю игру. Сюда же можно добавить всю Арасаку, самого Сабура Арасаку, остальные корпы и тех, кто управляет пиралисами. То есть Киберпанк создает саспенс сразу по нескольким фронтам. И это очень хороший пример. Про различные сюжетные приемы в играх я бы снял отдельный ролик, но мы вернемся к волчьему камню. Усиление эффекта саспенса обеспечивает старина Мик Иванович Гордон своей музыкой. Я уже упоминал про давление дисторшн, но он может не только в метал. Я хочу заметить, что у нацистов музыка очень машинная. Напоминает звуки производства, штамповку металлических деталей, жесткую дисциплину. У сопротивления же чистые инструменты без перегруза, живое исполнение. Умиротворение от слова «мир». Для полного погружения в эту атмосферу безысходности используется еще и контраст цветов. Города окутаны черным, серым и красным. Злые и тяжелые цвета. Тем временем в убежище «Сопротивление» все пестрит яркими жизнерадостными очертаниями. Картины на каждой стене, светлые помещения и, наконец-то, дерево. Помните, что я говорил в начале? Немцы используют только камень и металл, холод и жестокость. Стел. Стон. Дерево и теплый свет в убежище противопоставляются этому режиму. Блажкович, наконец-то, может поспать и сну сценариста выделяя отдельное место, оказывается. В катсценах Биджей обязательно использует свободное время и выхватывает те немногие часы сна, что доступны. Надо дать храпака. Естественно, после инвалидности в мечтах у него тихая и спокойная жизнь. Теперь он чувствует многие моменты. Рефлексия о тяжелом прошлом, трудностях детства и о желанном будущем с детьми и женой в солнечном месте. Раз за разом он прогоняет одни и те же мысли, как бы он спас Фергюса или Уайта. Однако он прекрасно понимает, что мирного будущего не будет. Все это лишь во снах. Блажкович не привык к спокойной жизни. Ему бы побегать, но не сядется ему. Лучше задвигать цитатки Доминика Торетто с серьезной миной. И на этом моменте мы переходим к критике. Должен сказать, что минусов мало и они никак не перекрывают плюсы. Они абсолютно мелочные, но хочется их проговорить, потому что я их заметил. Естественно, клише с недобитым антагонистом, которое есть уже в каждых второсортных фильмах и играх. Блядь, ну возьми ты долбани по ней нормально, ну куда ты ее выкинул? Ну то же самое с Блажковичем. Сколько раз бы его не схватили, нормально убить никто не может. И это очень сильно бьет по волнению за героя. Этого волнения нет. Ты прекрасно понимаешь, что он не умрет. Драмы никакой. Естественно, серьезная ебучка с квадратной челюстью никуда не пропала. Блажкович получил эмоции, голос и главный герой наконец-то стал жить. Но Думгай из него никуда не делся. Надо пробраться в тюрьму и спасти человека хер знает что куда. Сделаем, разберемся по ходу. Надо унать вертолеты с радостью. Под лодку спиздить? Да, по пути сделаю. На луну слетать? И все это приправлено пацанскими цитатками из форсажа и произносится с одинаково угрюморяхой. Про семью там что-то, ледьте спасать. Но это суть персонажа и менять кардинально его не стоит, наверное, и с этим я соглашусь. Но за какой-то черт его в катсценах и на протяжении всей игры постоянно дырявят ножами. Зачем? 10 ножевых, 20 ножевых, похеру вообще, вкололи что-то, вообще насрать. Вот эти моменты, когда кто-то набрасывается на тебя и вы решитой с друг дружки делаете. Ну что это? Зачем? Почему это так нелепо выглядит? Собаки эти бесячие. У тебя еще и управление забирают. Это устаревшие приемы геймдизайна, которые остались только в хоррорах. Они не несут никакой пользы, не добавляют экшена, тактики. Чаще всего ты уже просто перед лицом видишь эту псину и готовишься 3 секунды долбить ЛКМ. Охранники с дубинками, да? В тюрьме? Понял. Спасибо. Сражения с ними тоже выглядят не очень, но это ладно. Теперь физика. Я хочу, чтобы вы увидели физику в прошлой части, 2009 года. Все красиво разлетается, фрагментируется, предметы интерьера летят. Все шикарно. Ну и я думаю уже понятно, что в новом Вульфе такого нет. Все потому, что разработчики отказались от Хавока. Когда в Вульфе 2009 на экране появляется труп, в дело вступает Хавок. В Нью-Одере же за физику отвечает основной движок. И взрывать тут вообще не весело. Ракетница, которой нет, не вставляет. Взрывы не такие. Трупы вялые. Окружение хоть и не разлетается, зато разрушается. И за это надо отдать должное, конечно. И гранаты летят очень странно и липко. Нет инерции. Но она же как-то катиться должна хоть что-то, куда-то. Технология мегатекстур, которую уже поливали грязью и обосрали. И которая заставляет проседать фпс в некоторых моментах. Хотя комп у меня не слабый. Заметная абсурдность некоторых катсцен. Никто на улице, конечно, не заметил этот влет. Они только говорили про камеры, но уже всем пох. И это падение, естественно, тоже никто не заметил, не услышал. Ну и суперсолдаты. А точнее их идентификация. И идентификация всех сложных врагов. А они не вызывают страха внешне. Ну, не внушают силу. Вы помните, какие суперсолдаты были в РТКВ? Они землю сотрясали и заметно отличались от других врагов. С лоперами то же самое. Вообще, многие враги, кроме панцерхунда, не выглядят как что-то мощное и большое. Возможно, потому что они носят плюс-минус похожие части брони, которые не сильно отличаются по цветовой гамме. Все враги черные, и ты понимаешь, что это что-то серьезное только когда начинаешь стрелять, а оно впитывает тонны свинца. То же самое с оружием. Самое лучшее, что есть в игре, это не ракетница. Не шестиствольная дура вена. Это плазмоган какой-то, который не выглядит как оружие эндгейма. Он есть почти в начале, его можно снять со стойки пулемета. Он еще и врагам мало урона наносит, его заряжать надо. Но к зарядке только одна претензия. Две снопы он заряжает несправедливо долго. Еле-еле ручонками перебирает. Я намерен пройти Old Blood и New Colossus, и по ним, естественно, будут видосы. И потом все вместе я подытожу и сравню новые части со старыми. Поэтому ждите. Всем спасибо, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!